Это уже четвертый подобный рейд, где помимо общественников участвуют инспекторы по делам несовершеннолетних. На этот раз они проверили около 15 школьников. С ребятами была проведена профилактическая беседа. Конечно же, о факте прогула проинформированы руководители учебных заведений, дальнейшая задача которых – известить родителей о проступке нарушителей учебной дисциплины, а главное – других школьников, чтобы не было соблазна пропускать уроки. Рейд, наверное, нацелен в основном для того, чтобы не допустить роста преступности среди несовершеннолетних, чтобы и в отношении их тоже не совершались противоправные действия, но вместе с тем, чтобы довести до родителей, что они ответственны за воспитание своих детей, потому что есть у нас в административном и уголовном кодексе статьи, которые предусматривают ответственность за неисполнение в полной мере родительских прав. Также ребята получили памятки по профилактике предотвращения краж среди несовершеннолетних, потому что сейчас участились случаи воровства в крупных магазинах. Три раза в неделю кто-нибудь у нас точно ворует. Это взрослые контингенты или несовершеннолетние? Разные. Разные? Воруют практически все. Я так начал звучать, что и женщины, и дети, ну дети, всяческие окна. Зачастую несовершеннолетние злоумышленники, будучи уверенные, что за ними никто не наблюдает, совершают кражи. Однако знайте, в большинстве торговых залов стоят камеры видеонаблюдения, и у вас не получится уйти от уголовной ответственности. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Веси, дежурная часть, Саратов.